Музыка 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 Хотелось бы вам сегодня сказать, ребят, посмотреть, какая красота диких пляжей поселка Витязева. Доча моя наводит порядки, убирает мусор в пакетик, чтобы было чем заняться. Но большому сожалению, не все так радужно, как хотелось бы. У нас на Краснодарский край опять атака беспилотников, мои дорогие. В этот раз на Ильский НПЗ прилетела информация от жителей поселка. Минут через пять в небе была вспышка и раздался третий взрыв. Жители поселка Ильского проснулись около трех часов ночи от взрыва. Сначала, по словам местных, было похоже на гром или самолет. Но потом стало понятно, что еще что-то рвануло. Потом еще, перед третьим, заметили вспышку в небе. По итоги горел резервуар с нефтепродуктами. Пламя охватило 400 квадратов. Пожар уже полностью потушили. Предварительно никто не пострадал. И заявляют о том, что атака была все-таки четырех беспилотников. Один просто разбился на территории НПЗ, не долетел. То ли РЭП его погасило, то ли еще что-то. Вот такие, друзья, у нас опять печальные новости. К большому сожалению, здесь происходят. Хотелось, чтобы такого не было. Но это есть. Никуда от этого не деться. Это наши новые реалии. Также под Ростовской областью у нас прилетело в НПЗ. Также в Белгородской области. Это за сегодняшний день только. Сообщают о том, что был сбит беспилотник, который наблюдал и разведал территорию. То есть жуть жучайшая. Но мы сегодня поговорим немножко о другом. Давайте о том вообще, как выглядит Витязево. Посмотрим. Потом придем вот сюда, на этот великолепный пляж. Тортуга, так называемый. И искупаемся в море. Сейчас смотрю, уже люди загорают на берегу. Приезжают со своими детьми. Отдыхают. И все у них прекрасно. Также хочу заявить о том, я честно не вру. По-честному говорю, что я не летал. Не потому, что там боюсь там или еще что-то. Просто хотел делать все официально. Сейчас у меня есть официальное разрешение на мониторинг наших пляжей. Да, солнышко, вожи. Это пластик большой. Даже у меня пришла. Видите? Коробочку здесь нашла. Поэтому мы сегодня с вами полетаем абсолютно официально. Я единственный человек, который имеет право сейчас мониторить наши пляжи. То есть я к этому шел. Мне больше нигде не интересно. Невысокие полеты над пляжами, чтобы смотреть, где какая обстановка. Видеть с вами, где там мусор, где там чистое море, где там еще. Чтобы, ну это для вас было максимально полезно. Летать над городом. Я не хочу, чтобы людей не пугать. А над пляжами, если вы видите мой БПЛА. Знаете, это я, тем более, летаю не быстро и не высоко. Чтобы все было хорошо. Ну а сейчас давайте прокатимся по Витязево. Посмотрим, как оно выглядит. А потом уже на пляж Тартук. Начинаем мы нашу поездку от Креста. Хочется показать вам непосредственно всю центральную часть Витязева. И чтобы вы посмотрели, насколько все стало уже зеленым. Вокруг чистота, порядок. Постепенно доводят до, так сказать, эталонных значений. Прилижающие территории. Подстригают газончики. Мусор везде, в принципе, убран. У меня никаких жалоб по этому поводу не возникает. Радует, что людей становится постепенно все больше. Говорят, что у нас числа 6-8 будут большие заезды в поселок Витязева. И приедет много людей. Будем на это смотреть. Обычно раскачивается сезон у нас только к концу мая. Ну и сейчас есть гостиницы All-Inclusive на Пионерском проспекте. У нас Витязева, в которых довольно-таки много людей уже находится. Как приятно видеть, когда все зелененькое. С левой стороны, видите, кусты кашка. Как они великолепно зацвели. Смотрится очень хорошо. С правой стороны каштаны. Проезжаем сейчас поворот на улицу Короткую. С левой стороны бывший аквамарин, нынешний Азибунт. Людей на улицах я не вижу, так сказать, в больших количествах. Обычно здесь в летний период прям столпотворение. В любое время дня люди двигаются. Кто с моря, кто на море, кто в магазин, кто со столовой. Ну и сейчас какие-то прохожие присутствуют. В основном, наверное, это те, кто приехали, готовятся к сезону. Подготавливают торговые площади. Но есть и отдыхающие. Это тоже радует. С правой стороны проехали, подготавливают тротуарную плитку. Для прекрасных ваших прогулок непосредственно по улице Горького. По которой мы сейчас, кстати, и двигаемся. И приближаемся к улице Черноморской. Очень известной и важной артерии поселка Витязел. Потому что она от Паралии и до конца поселка. Полностью всех объединяет при походе на море. Сейчас это единственная дорога, на которую придется вам по-любому попасть, чтобы добраться до Паралии. В дальнейшем мы надеемся, что появятся еще дублеры по улице Мира. Обещают сделать. Ну и там просьба ко всем предпринимателям наводить тоже порядки. Потому что поступают жалобы, что перед морем довольно-таки неприятное зрелище там. В общем, будем надеяться, что сезон будет вступать все больше в свои права. Летний курортный, который с 1 мая у нас уже стартовал. Закончатся все подготовительно-строительные работы. И люди смогут приезжать и отдыхать уже в полной мере. Здесь вы видите, насколько много машин на парковках. Попробуй здесь теперь припаркуйся. Ну, мы отстояли светофор. С левой стороны у нас остается Паралия. Видим, что там происходят еще работы по, так сказать, облагоустройству отводного канала. Ну и в ближайшее время они завершатся. Выезжаем на Южный проспект. И по нему уже двигаемся непосредственно в сторону Валейграда. Чтобы показать вам, как сейчас ограничен доступ на все вот эти дикие пляжи. Не буду говорить о том, что можно, нельзя туда проехать. Вы все сами поймете и додумаете, ребятки. Потому что не хочется, говорится, озвучить. И потом быть обвиненным в том, что из-за меня там что-то произошло. Сейчас проезжаем мы Локвитис с левой стороны. С правой стороны некоторые гостиницы. Здесь такой тоже довольно-таки большой новый район вырос из них. И также есть здесь парк аттракционов, который находится с правой стороны. Называется Сказка. Тут люди не всегда доходят. В основном все возле Паралии. В тех парках, которые находятся там. Развлекаются. И сюда тоже хороший парк. Можно прийти погулять. С левой стороны хорошая прогулочная зона. С лавочками, мусорками. Которая идет вдоль Локвитизя. Мы же здесь поворачиваем немножко правее. И вдоль Валиграда будем отъезжать туда к улице Скифской. Чтобы вам показать краски то, о чем я говорил. Здесь бы хотелось по правой стороне, чтобы тоже посадили деревья. Так как по левой их пытались высадить. Здесь должны были у нас эвкалипты произрастать. Но как и предрекалось от первого же мороза. Они все погибли. И их отсюда удалили. Надо сажать сосны. Как можно больше. Везде. Чтобы воздух был полезнее. И они здесь приживались. В толь забора все сосны на месте. Растут просто прекрасно. Дальше у нас от этого места Битязевская коса. С любимыми пляжами как раз таки очень многих наших россиян. Ради которых они сюда и приезжают. Администрация города. Чтобы не допускать туда большого количества машин. Эти территории перекрыла. И теперь туда выезд будет под большим вопросом. Не смотрим вправо. Не замечаем. А вот тут видим отбойник. Такой великолепный как раз таки. Который и ограничивает туда. В комментариях писали мне типа обратитесь. О законности установки данного бондинга здесь. И вам сразу там ответят. Что его быть не должно и так далее. Ну он есть сейчас. Как будет развиваться дальше ситуация. Будут ли ходить туда маршрутки. Будут ли функционировать в полном объеме пляжи. Я знаю одно. Что их взяли в аренду. И обустраивать будут стопроцентно. Пока никаких подготовлений к сезону там не производится. Вы это все увидите уже при полете с квадрокоптера. Я все эти пляжи сегодня пролечу. И вам покажу. Здесь стройки продолжаются. С правой стороны с красной крышей. Вроде как должна посуда уйти под снос. Но пока еще стоит на месте. Ну и здесь мы видим что также благоустраиваются территории. Заводятся какие-то пески. И я так понимаю что готовится к курортному сезону. Здесь направо есть проход свободный к морю. Вот до сюда бы отпустили хотя бы маршрутку. Уже было бы тоже хорошо. Потому что пляж там тоже довольно таки неплохой. И можно на него приходить отдыхать и загорать. Ну и также здесь очень много гостиниц. Которые можно приезжать на отдых. Если вы где-то отдыхали друзья. Обязательно пишите ваши отзывы. Потому что это очень важно для меня. Ну а также очень важен отзыв. Стоит ли вот такие вот видеосюжеты с экскурсиями, с проездом по Витязео для вас снимать. Здесь мы завершаем и переносимся уже на пляж Тартуга. Что-то село мне на камеру. Смотрите уже Даша почти полный пакет насобирала. Пока я просто вступление записывал. Большая молодец. Что тут только люди не бросают. Давай собирай еще. Чтобы был полный полный. Чтобы не зря пакет переводить. Да. О иди эти стекушки кину. Только ты стекла не бери. Хорошо? Смотрите друзья. Пауки. Причем живут. Я не знаю кстати это страшные пауки или нет. И это называется вообще верблюжья колючка. Господи. Я жутко боюсь пауков. И для меня это прям такой трэш контент на самом деле. Хотя не знаю почему боюсь. Ни разу мне ничего плохого не делали. Ну вот просто как-то не очень люблю. Мы присмокачиваем. И доча продолжает уборку. Приехали. Ребята как я вам говорил. Отдыхать. Там семейство загорает. С ребеночком прямо на берегу. В общем такая знаете морская идиллия. 17 градусов показывает у нас в тени. Температура туда дальше. Вот тут под солнышком. У меня уже 22 градуса. Даже 22,2 имеется. С правой стороны тоже приехали люди. С зонтиком сели для отдыха у моря. Пролетев вот по берегу. Я увидел что местами присутствуют водоросли. Это после шторма с каменных пляжей. Их срывает. Ну с камней понимаете да. Волнами. А потом их прибивает ко всем разным берегам. То есть это не цветение моря. Не камка. Так называемые. Которые все боятся. А непосредственно именно те водоросли. Которых не стоит бояться. И после которых все будет в принципе хорошо. Порадовал что смог обозреть так сказать большую территорию пляжей. Улетели мы аж в ту сторону так сказать. Неплохо да. Начало улицы Скифской. Ооо. Водичка такая классная. И вы можете допустим после таких видео. Да можно 130 прибегать на пляж. Пролет делать в каких-то районах. И понимать где водоросли и где не водоросли. И заодно делать приятное всем. 26 над морем температура. Сначала было прохладно. Ногам сейчас чуть прошелся. Стало получше. Я думаю. Закидываем градусник моря. И замеряем температуру. Это большое кстати семейство приходит. Слушайте как красиво смотрится на камере. Прозрачное такое морешко. Жалко. Чуть-чуть водоросли есть. Они когда все волны повыкидываются. Будет вообще идеально. Такой домик у моря. Мечта для многих. Вот так лайк поставить. Сюда вот так. Кайф. Дашка продолжает уборку пляжей. Он туда далеко уже ушел. Мусора куча. Ну пускай. Самое главное. Ребенок занят. Не скучно. Это очень важно для меня. 17,3 показывает температуру водички. То есть вполне себе можно идти переодеваться и искупаться. Ну что. Вись со мной. Покажи что ты там насобирала. Все. Полный пакет. Ну ты же мой молодец. Да. Поцелуй. Ой. Я забыла что там вот такую вот сетку. Я не сетку. А такую вот пластиковую коробку нашла. А что не принесла? Принеси я туда сюда. Я забыла. Я ногами толкала на кубки. Хорошо. Неси. Даша нашла еще корзинку от мусора. Мы с вами пойдем замернем. Какая водичка шикарная. Прям хочется купаться и нахлаждаться морем по полной программе. Кажется ни больше ни меньше. И переливать приветы во все ваши города. Место здесь. Видите. Прияма. Потом дальше опять. Очень долго до глубины в этом месте. Поэтому придется купаться немножко. Ну вот. Все. Мы пришли. Сегодня недалеко. Ох. Это кайф. Эй привет. Привет. Ох. Вот это класс ребята. В общем все великолепно. Классные, быстрасные грёвки Море в Анапе Ой, как хорошо-то, а? Сказал, я себе представить не могу Настолько она мягенькая становится Настолько властная Прям властить мне кажется Чистый, кайф и красота Ну, надо ехать, ждут трансляции меня И вас Ну и полетели, дорогие мои Как видите, полет невысокий Чтобы было видно Дюны наши Какие на них растения растут Мусор, если где-то валяется Полностью всё разглядываем И вам показываем Каждый ваш город Конечно, места это Самые лучшие, которые только Могут быть, это наша Витязевская коса Вот, ребята, тут преодолевают прорву Видите, что были тут Подтопления, песок такой ещё мокрый Потому что прорва недавно Вскрывалась и до сих пор ещё вода Здесь стоит Кстати, покажу вам те пляжи, которые вы любили Сейчас тоже в парковке Все потоплены Здесь парниша приехал вообще на какой-то машинке Интересно, я так понимаю, что это Дом на колёсах Выглядит вообще очень интересно Даже со своей собакой Красота! Других, кстати, людей с ним не увидел Интересно, один он путешествует или нет Очень нравится мне вот эта беседка Я не знаю, постоянно прихожу На неё смотрю Ну и вам, конечно же, покажу всю эту красоту Пролетели сквозь И давайте сгоняем до пляжика Который назывался ранее Домино Посмотрим на месте ли там домик И как он вообще Выглядит Да, конечно, весь пляж у нас изъезжен Транспортными средствами К большому сожалению, каждый у кого есть Что-то похожее на джип Считает, что надо ехать по берегу моря Потому что максимально близко В этих местах можно подъехать Но зачем на сам берег выезжать? Я, честно, не понимаю Бескрайние, кстати, видите просторы Наши косы Не кончаются на днях Вот, кстати, домик на Домино Пляже Здесь машинку тоже нашёл Путешествуют они Других вариантов, кстати, туда сейчас проехать Кроме как по пляжу Нету ли есть Только не заезжать сейчас Устаницы Благовещенская Потому что, видите, вода стоит И тот проезд, которым вы, возможно, пользовались раньше Он затоплен До этих пляжей 100% выезд только на берег Но лучше туда не ездить Подождать, пока всё подсохнет Здесь вы можете увидеть водоросли Водоросли это не цветение моря Ни в коем случае, друзья мои А это прибитые водоросли с каменных пляжей Которые во время шторма срывает А потом вбрасывает на берег Потому что везде вода Великолепного прозрачного цвета Ну и в купании, я думаю, вы это увидели Это же домик на пляжике Тартулка В летний период времени здесь работает кафе И можно всяких вкусняшек перекусить Я ел там, по-моему, два или три раза В принципе, всё очень даже вкусно Видите, люди загорают Жалко, сегодня, наверное, не получится Купающихся заснять Но там дальше сейчас увидим людей на сапах Я решил, думаем, посмотрим Что там дальше и как вообще выглядит берег Вот что такое мониторинг То, ради чего я, в принципе, хотел летать Чтобы можно было вот так вот пролететь По-быстрому вам выложить Вы посмотрели и поняли Вот тут чистое место Поедем на этот пляж, да Или там вот водоросли туда не пойдём Чтобы было гораздо удобнее Пользоваться нашими пляжами Видите, такого чёрного цвета Вообще, это прям какие-то каменные водоросли А бывает ещё, знаете Обмирают организмы И вот лежат подгнивают Потом их выкидывают тоже на берег С глубин морских Вот здесь палатка на берегу Ну и вот нашёл людей у моря Эх Когда-то наши пляжи все заполнятся Долетели мы до пляжа Венера Ресорт Дальше я не стал лететь Думаю, не будем рисковать Давно этим не занимался А здесь очень много людей Как видите Отдыхают сапами Приехали, наверное, на майские праздники Пляжик уже практически Вы видите, что выставили И можно сюда так и приехать На него и воспользоваться его благами Думаю, пойдём Посмотрим, как там наши дюны Здесь мы с вами проезжали На машине, там дорога есть Когда в этом видео Рассказывал вам про то, как сейчас Вы где-то видите, здесь вам люди С собаками прогуляют Здесь кемпинг очень часто был Не знаю, будет ли в этом году Посередине такое небольшое озеро Но здесь сейчас очень много воды Как вы можете наблюдать Также не расчистили вот этот подъезд То есть на легковой машине Вы здесь не преодолеете этот песок А дальше стоит вода То есть вся парковка полностью затоплена Мои дорогие друзья То есть если вы вдруг хотели Даже сейчас сюда приехать То по воде я бы не советовал вам кататься Потому что вода солёная Машину будет вашим разъедать Ну, посмотрели парковки И давайте полетаем над дюнами Тем более здесь места, наверное, самые восхитительные Раньше растительности было гораздо больше До того, как у нас стало очень много вот этих машин Которые могут кататься по песку И они начали уничтожать корневые системы Вот с этого появились здесь такие большие прогалины Из которых выдувают песок И за ними тянутся дальше Гибель деревьев И уменьшение высоты дюна Здесь у нас ещё один Атартуги есть домик Возможно, вы о нём даже не знали Что он тут существует Вот такой вот интересненький Ну и давайте возвращаться Здесь можете посмотреть Вот как раз таки выходила прорва Когда где-то, ну, с полмесяца назад, да Прорывалась она И песок здесь тоже ещё влажный Лох серебристый Который постепенно Обрастает листочками В скором времени он зацветёт Как же я жду этого момента Потому что самый сладкий аромат Именно в момент цветения лоха серебристого На наших дюнах Тут Дашуня такая Оу, папа, да я за ним побегаю Ну, давайте чуть-чуть Побегаем, попрыгаем, поубегаем В общем, друзья мои Великолепнейшая красота На нашем Черноморском побережье Надеюсь, что вот с помощью таких Видео получается её передать И показать масштаб Именно наших пляжей Сколько здесь места Самое главное, чтобы вы просто Берегли то, что у нас Здесь есть И тогда Наверняка Будут приезжать к нам Люди ещё долгие года Ну и возвращаясь к беседочке Хочется её более подробно вам показать Более медленный такой пролёт То есть там стоит стол Скамеечки Не знаю, берут ли за неё денежку Но никаких объявлений мы на ней не видим И море наше любимое Бескрайние просторы Смотришь до горизонта В общем, везде одна сплошная красота Дорогие друзья Спасибо за полёт От души Всем ещё раз привет, Черноморский С вами Юрий Озаровский Не забывайте это, дорогие друзья Подписывайтесь на ту соцсеть, в которой смотрите Обязательно ищите меня во всех остальных По поиску Юрия Озаровского Мы есть в ВКонтакте, группа с галочкой Также есть в Яндекс Дзене Также есть Также есть в Телеграме У нас вчера произошёл розыгрыш Выявлено два победителя на футболке От Армии России И будет очень много в этом году И поэтому на все соцсети подпишитесь Потому что я их буду проводить специально в разных Чтобы вас на это мотивировать И подарочки будут И шашлык от Арктура И разные вкусняшки И разные скидки Всё для вас, дорогие мои Так что ждём вас Обязательно Ну а сейчас Хочу вам всем пожелать мирного неба Чтобы всё было хорошо и прекрасно У вас Ну и как думаете Не зря ли я мучился Пытался, так сказать Реализовать этот вариант С пролётами Возле пляжа Чтобы посмотреть Как и что и где происходит Для вас Надо, но Или ну его нафиг Пускай вас, как говорится Другие блогеры Кормят консервами Консервы Это то, что было когда-то снято И вам всё преподносит Типа как сейчас выглядит А у нас Всё стремительно меняется И совершенно всё по-другому Вот такие вот дела, дорогие друзья Ещё раз привет Черноморский С вами был Юрий Азаровский Увидимся в следующем Видео Сюжет И вас всех люблю Обнимаю Спасибо за помощь солдатам Спасибо за поддержку канала Только благодаря вам Мы развиваемся Открытые Открытые Я хотел Так Семенович Пойдём Занюхни Увидимся Да Редактор Редактор Крест Белару Он Офигеть! Неправда! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok